всем привет и добро пожаловать на мою кухню наконец-то я собралась сделать обзор и сейчас покажу вам где и что у меня лежит начну с самого главного кухню я спроектировала сама потому что когда мы стали выбирать кухню у нас возникло несколько проблем во-первых два окна и двери полностью заняли вот эту стену и вот эту стену а с этой стороны у меня тоже две двери то есть и эта стена разбита дверьми и батареи вот эта стена при покупке дома была совершенно пустая здесь была только печка из которой выходила вот отсюда труба прямо в стенку шла вот так и все вот эта стена была совершенно пустая ну и смотрите вот здесь дверь у меня в самом углу видите да что вот тут вот стены нет вот вот он угол чтобы открыть дверь вот это все расстояние должно быть пустое из той стороны вот на этой стене тоже видите вот здесь вот очень мало места вот тут здесь нельзя было сделать никакие шкафы вот эту поверхность нельзя было вынести сюда потому что по правилам пожарной безопасности вот этот проход должен быть свободным ну и кроме того вот там у меня как видите выключатель поэтому встал вопрос что делать и какую кухню нам делать стандартная кухня выходила примерно вот до такого уровня то есть она была чуть выше чем вот мои шкафы но ниже потолка потолки очень высокие поэтому ну вот примерно вот отсюда получалось стандартная кухня мы решили сделать кухню до самого потолка поэтому все что лежит вот там я достаю не часто ну или скажу так все то что мне не нужно каждый день лежит у меня вот в этих верхних ящиках вот эту часть кухни мы тоже долго думали что и как с ней делать потому что она достаточно узкая посмотрите вот здесь да вот она достаточно вот здесь узкая но по правилам опять же пожарной безопасности вот здесь нужно было чтобы было определенное расстояние между шкафами между первой полкой и ну и как я сказала вот этот выход тоже должен был иметь определенное расстояние плитку цвет кухни по белку цвет дверей мы все выбирали под цвет вот этой плитки плитка здесь так и была она конечно в реальной жизни немножечко светлее мы ее не меняли так и оставили и цвета подбирали под цвет плитки чтобы более-менее совпадало вы видите да что кухня у меня двухцветная сначала мы хотели сделать кухню вот такого цвета темного но когда нам дали дощечку с образцом краски оказалось что вот в этих местах кухня очень темная то есть в углах краска выглядела намного намного темнее смотрите что обе делает пытается открыть дверь конечно вот жучка и выходить не хочет и дверь ей откройте ну ладно в общем цвет оказался вот в этих углах гораздо темнее чем нам хотелось бы тогда мы выбрали цвет чуть светлее но он оказался слишком светлым для нижних ящиков и мы решили сделать кухню двухцветную и кстати нам так даже больше понравилось рабочая поверхность у меня сделана из кварца не знаю вам видно или нет вот смотрите вот такая вот она ну как такой абстрактный рисунок вот эта часть и подоконник тоже сделаны из кварца и вот здесь в углу мы сделали вот эту полку тоже из кварца вот этот угол был полностью закрыт там была стена вот так наверх и вот короче вот так вот углом было все закрыто вот тот угол тоже там был шкаф вот так угловой шкаф и сзади была пустота вот мы выбрали кварц потому что за ним лучше ухаживать в общем мне понравился цвет в общем короче говоря кварц мне гораздо больше понравился чем чем гранит вот этот подоконник тоже видите все вот это сделано из кварца вот здесь вот все смотрите как обрезано приходил к нам мастер вот это все замерял лазером вырезал кстати когда первый раз он когда сделал он как-то вот тут вот неудачно вырезал да и вот эти шкафы не открывались и вот этот вот весь кусок смотрите вот этот вот весь вот это один кусок вот отсюда вот шов да вот этот весь кусок ему пришлось выбросить он гарт выбросил и сделали его заново представляете только вот из-за того кусочка в углу и вот здесь вот между шкафами тоже смотрите вот это тоже вот такой кварцевый кусок вставлен выключатели у нас у каждой двери вот видите эта дверь на улицу в сад вот тут выключатель у входа выключатель есть у нас свет вот здесь под панелью включается и свет еще вот здесь под вот этой панелью тоже включается свет вот ведь это мое рабочее место здесь я снимаю дополнительно свет ну вот здесь вот я обычно снимаю здесь у меня ответима рецепты рабочая тетрадь куда я записываю свои рецепты кое-что где-то добавляю исправляю вот вот такие дела ну что давайте покажу теперь где у меня что лежит давайте начнем вот с этих шкафов они расположены прямо у входа вокруг вот этой печи которая у нас очень-очень кстати горячая поэтому вот эта полка должна была быть на определенном расстоянии я сразу хотела полку для книг и она как бы вот туда у меня вписалась ну давайте посмотрим что у меня в шкафах вот здесь у меня все мои формы для выпечки для хлеба стеклянные формы здесь у нас аптечка с витаминами с таблетками так здесь всякие сладости печенюшки для выпечки для украшения тортов конфетки ну вот все такое вот там наверху у меня расположены сервировочные блюда которыми я пользуюсь только на празднике но не на каждый день салатники вот эти вот всякие штучки здесь у меня контейнеры салфетки наверху вот такие вот сервировочные салфеточки здесь лежат спички всякие штучки такие мелкие контейнеры лежат в блюде всякие штучки всего для лайма ну и прочее здесь лежит всякое барахло мои зарядки эти всякие штучки здесь у меня взбивалки ведь все от кухонный комбайн эти вот штучки всякие йогуртница такие вот штучки вот это обожаю вот эту полку для вина она мне досталась от моей подруги Тамары в подарок за что ей огромное спасибо ну вот ждунчик сидит опять и ждет когда ей дверь откроют ну здесь у меня такие всякие штучки наверху вот эти видите подсвечники рождественские там у меня формы пасхальные такие знаете которые не часто я пользуюсь вот там мороженица высокие стаканы для пива всякие вот опять вазочки вот там лежат вот вот здесь покажу вам давайте вот такие вот штучки там терка лежит это подогреватель для еды когда сервирую стол можно поставить там на свечках он подогревается так вот здесь у меня что здесь тоже всякие мелочи видите здесь тоже видите вот такие всякие мелочи вот это коврики для выпечки вот здесь у меня вот в этой коробке в этом контейнере у меня всякие формочки для печенья шприц кондитерский вот там вот лежит вот такие всякие мелочи это омлетница ну и там тоже вот у меня кофейный сервиз вот это сервировочная там посуда тоже у меня высот большие блюда сервировочные вот где давайте вот сюда вернемся и посмотрим что внизу вот здесь угловая карусель ничего не убирала поэтому сразу вам говорю где беспорядок значит там беспорядок вот видите карусель тут всякие штучки для украшения блюд вот здесь у меня то чем я пользуюсь часто для кофе салатники это вот я достаточно часто пользуюсь этими приборами беспорядок ну ладно что есть смотрите как есть вот эта посуда на каждый день то что мы пользуемся вот эти полочки очень удобно если кому-то попадется смотрите как удобно ставить на них тарелки здесь у меня соль в контейнере различные уксус масло все такое прямо возле плиты у меня вот так два ряда шкафов тоже сама специально хотела прямо рядом с плитой вот этот ящик я тоже сама придумала и кстати мастер который делал кухню попросил разрешение использовать мою идею вот это уже заканчивается поэтому она здесь лежит а так вообще-то вот здесь у меня все пластмассовое и деревянное все металлическое ножи ну и вот здесь вот такие вот мелочи которые чаще всего я пользуюсь все что ко мне ближе вот этим всем я пользуюсь чаще то что дальше этим пользуемся реже тоже скоро закончится опять же то что выше это то что я пользуюсь чаще вот здесь у меня стаканчики мерные так здесь терка будет еще а здесь то что пользуемся не так уж часто тоже вот здесь полочкой меня видите да там внизу тоже кастрюльки которые не часто пользуюсь фольга бумага для вытачки обратите внимание что все двери у меня сделаны так что они не хлопают то есть они вот доходят ведь и закрываются так если втолкнуть что они вот сами закрываются не знаю как называется этот механизм по-русски но вот не хлопают эти дверца вот так плита под плитой у меня тоже вот смотрите вот такой выдвижной ящик здесь у меня бумага для выпечки вот уже вырезанная готовые круги вот такие маленькие всякие формы ручки для сковородок лампочки для духовки короче вот такие всякие вещички здесь ну вот видите да все что у меня здесь есть опять же все что ко мне ближе это то что мы пользуемся чаще вот то что подальше то сервировочные мои ложки здесь ящик вот для таких всяких штук здесь у меня тоже видите полочка вот такая такая раздвижная внизу опять же то чем я пользуюсь не часто вот и ближе всего то что я пользуюсь чаще очень удобные кстати контейнеры девочки советую вам вот как бы знаете вообще ну и аккуратнее намного если что-то в контейнерах лежит мне очень нравится видите у меня везде во всех шкафчиках контейнеры здесь у меня посудный полотенца в контейнерах лежат тоже доски нарезные вообще короче всякое вот такое всякие специи и приправы то что я пользуюсь часто опять же то чем пользуюсь чаще все это впереди у меня здесь черный перец черный перец острый перец ванилин вот так наверху вот эти всякие приправы тоже пользуюсь часть часто здесь у меня в контейнерах вот темных контейнерах то что я пользуюсь для сладкой выпечки вот это все там что-то нейтральная сода порошок разрыхлитель все такое вот здесь у меня все для хлеба так прямо в контейнере то есть видите соль сахар дрожжи мерные ложечки это для хлеба в хлебопечке вот а здесь у меня тоже вот это тоже в таком контейнере всякие травы приправы травы пакетиках так вот здесь вот забыла показать здесь у нас свет это кстати мне подарила валентина хардиенко из италии прислала мне подарок так но здесь вот вытяжка и вот это здесь у меня лежит то что я ну постоянно пользуюсь соль масло в этом чайнике мы кипятим воду для малыша нашего покажу что здесь чай вот здесь у нас все то что чтобы сделать чай сахар сахар мед чашки чай все стараемся как-то стараясь все время держать их с одной стороны кофе с другой чай но не получается бутылочки вот здесь у меня тоже такие всякие вот видите штучки чаи кофе в общем короче всякое такое фартук у меня сделан из стекла и рисунок нанесен прямо на стекло то есть это не бумага приклеенная сзади а именно принт нанесенный на стекло очень очень удобно моется просто тряпкой вытерла и все вообще никаких проблем поскольку кухня у нас прохладная в прохладных тонах мы решили оживить ее вот таким как бы ярким абстрактным фартуком под раковиной все обычно чистящие моющие средства тоже у меня такие стоят контейнеры тряпочки тоже в таких вот контейнерах лежат здесь мусорка не свиняются за мусор это идет все то что идет в компост а это обыкновенная мусорка два отделения здесь поскольку мы разбираем мусор это мыло для мытья тряпок посудных такое обеззараживающее мыло здесь у меня посудомоечная машина так здесь у меня тоже угловой шкаф смотрите он выдвигается вот так здесь у меня контейнеры которыми я часто пользуюсь при приготовлении всякие штучки салатники здесь стеклянные формы но стеклянные миски которыми я пользуюсь вот сзади салатники там у меня так вот пластиковый контейнер это когда дети приходят всегда находятся чем их угостить кстати я достала пшеничную закваску это закваска левито матры у меня там мука стоит видите в углу вот буду сейчас хлеб ставить наверху здесь таком здесь у нас всегда стоит вода потому что большие бутылки некуда их ставить никуда не помещаются поэтому стаканы для воды тоже здесь вот хочется водички достал стакан вот она вода всякие такие мороженицы формы для мороженого юмочки короче говоря все стеклянные стеклянные бокалы все здесь вот этот шкаф тоже сама я придумала здесь у меня лежит хлеб вот эта посуда которой мы не очень часто пользуемся это тарелки для пасты и сзади у меня лежат большие сервировочные блюда вот эта полка она идет до самой стены глубокая здесь вот всякие семечки маленькие тарелочки всякое такое наверху все для выпечки у меня но там правда семечки попались атака орешки семена цукаты сахар весы мерные ложечки здесь лежит так ну и вот этот вот мой шкаф в котором порядок содержать но просто не знаю невозможно наверное вот вот так он выглядит здесь у меня лежит ну вот видите да все все здесь крупы баночки скляночки уксус вот все такое там приправы наверху у меня тоже есть контейнеры сзади в них лежат такие мелочи всякие сейчас покажу ну вот например видите вот палочки для коктейлей там сзади тоже пластиковые контейнеры лежат вот эта полка у меня выдвижная ведь и да тут у меня высокие такие формы для спагетти миксер мы лежит вот в этих коробках у меня всякие такие знаете мелочи ну вот макароны мука кокосовая мука это мне валя тоже подарила подарок там у меня лаванда такие мелочи вот такие крупы которые некуда пока положить здесь у меня специи вот эти тоже полочки сама придумывала вот стараюсь тоже раскладывать специи так что вот здесь например травы вот здесь все семена здесь все для сладкой выпечки опять же вот на уровне глаз и внизу то чем я пользуюсь чаще и с той стороны и с этой стороны здесь для не сладкой выпечки тут травы всякие а здесь для сладкой выпечки внизу у меня выдвижные ящики для фруктов наверху тоже в контейнерах потому что очень удобно мыть их здесь у меня рис тоже высокий контейнер никуда не помещается поэтому туда пошел а здесь у меня овощи лежат вот здесь обычно лук чеснок такой перец все такой вот эти беспорядок надо разбирать я там луковую шелуху собирала на пасху и вот еще не убрала все это здесь холодильник с морозильной камерой ну и все да вроде бы все ну вот наверное все это все показала вам вроде бы все обе тебя показали форта на видите ну вот так у меня на кухне еще раз добро пожаловать теперь вы знаете как она у меня выглядит где что лежит откуда я что беру где я готовлю когда снимаю вам видео кстати вот тут я сделала специально такую ведь это как называется blind вот здесь у меня вот такая шторка blind называется как это называется вот когда светит солнце приходится ее опускать он ведь я стоит уже ждет когда дверь откроет вот представляете какая жучка аби скажи привет всем скажи всем привет ну вот оно и все вот такая у меня кухня еще раз всем добро пожаловать мне очень приятно что вы у меня побывали в гостях пишите комментарии пишите ваши отзывы я буду рада любым конструктивным предложением напишите чтобы вы сделали по-другому и приходите еще всем пока про-другому и приходите до конца